Высшим законодательным органом нашей республики. Механизмы и законодательные инициативы в том числе. Наш парламент действующий по молодожному парламенту это третий созыв. Срок наших полномочий это два года. Через каждые два года мы переизбираемся. У нас идет смена, ротация. У нас идет смена, ротация. У нас есть комиссия по экономике и предпринимательству, комиссия по здравоохранению, комиссия по социальной политике, комиссия по культуре. У нас есть комиссия по социальной политике. У нас есть комиссия по социальной политике. Если парламент Кабардино-Балкарии формируется из представителей политических партий, то молодежный парламент он формируется из представителей общественных организаций нашей республики. Кабардино-Балкария формируется из представителей политических партий. У нас есть комиссия по социальной политике. У нас есть комиссия по социальной политике. Так, например, в этом году, в сентябре месяце, у нас будут выборы в парламент Кабардино-Балкарии. И среди кандидатов в парламент Кабардино-Балкарии имеются как раз молодые ребята с молодежного парламента. Кабардино-Балкария формируется из представителей политических парламент Кабардино-Балкарии. Асансор. Асансор. Если далее касательно молодежного парламента будут какие-то вопросы, я готов на них отдельно ответить. А сейчас я бы хотел рассказать о нескольких проектах, которые мы реализуем. Один из наиболее таких популярных проектов молодежной среди Кабардино-Балкарии, это проект Куначества. Проект направлен на гармонизацию межкультурных, межэтнических отношений в молодежной среде. И в основе данного проекта лежит старинный кавказский обычай этого Куначества. В ходе проекта молодые ребята из представителей разных этносов, разных конфессий проживают в семьях Кабардино-Балкарии в течение 5-7 дней. Это проект Куначества. Куначества. В последние лет 자기 добых сидят tanto, чем генеральный мир. Во-первых, они живут 47天 на пути, кبардино-балкарии в родину. И межэт traumatic Suzanne стоит 4 до 5-7 дней. И они так работают в русском fosseом по в котором. Их пришли к grants 라 Baby ever, в ό wiemке justice или быть в доме. знакомиться с обычаями, традициями, бытом, особенностями проживания того или иного этноса и далее, возвращаясь к себе домой, они уже, как сказать, данный проект, он позволяет нам как раз объединять народы, нации, религии, конфессии, семьи и так далее. В этом году мы бы хотели расширить границы нашего проекта и пригласили молодых ребят. Благодаря Астамулю из Республики Абхазия, Южная Осетия и хотели бы пригласить пятерых молодых ребят из Чекесской Диаспоры Турции тоже принять участие в проекте. Благодаря Абхазия. Благодаря Абхазия. Благодаря Абхазия. Благодаря Абхазия. Участвуя в нашем проекте, это позволит как раз молодым ребятам, которые проживают в Турции, приехав в Кабрино-Балкарию, увидеть, как сейчас живут их соотечественники, кабардинцы, балкальцы, русские. И по возвращению домой, в Турцию, они могли бы поделиться вот этими впечатлениями, эмоциями, увиденным со своими сверстниками и постараться сблизить все-таки молодежь, проживающего на Кавказе и непосредственно в Турции. Я не знаю, что на Кавказе и на родственном религии, как в Турции, как в Казах, как в Балказе и как в Казах, как в Казах, как в Казах, как в Казах, как в Казах. Давайте по этому проекту, наверное, закончим. Также хотел бы рассказать о проекте «Школа журналистики», который направлен на информирование молодежи Кабардино-Балкарии о том, что происходит сегодня в нашем обществе, и если вдруг мы будем по данному проекту взаимодействовать, сотрудничать, мы бы могли также рассказывать молодежи Кабардино-Балкарии о том, как живет сегодня, живут наши молодые соотечественники в Турции. В рамках «Школа журналистики» мы бы могли обмениваться, также и со своей стороны обмениваться информацией, для того, чтобы молодые соотечественники Турции тоже знали, как сегодня их живут земляки и у себя дома в Кабардино-Балкарии. Продолжение следует... Ну вот об этом проекте, наверное, уже тоже закончим. И хотел бы сказать, что сегодня в Кабардино-Балкарии параллельно с молодежным парламентом работает еще и молодежное правительство. Наверное, участвовал в работе молодежного правительства, понять необходимость ежедневно приезжать в Кабардино-Балкарию. Он бы получил дополнительный какой-то опыт и узнал бы все-таки и о молодежной политике Кабардино-Балкарии, и о том, как сегодня... И вообще поучаствовал бы в реализации этой политики и молодежной политики в Кабардино-Балкарии. ...и в Кабардино-Балкарии. Это единственный, наверное, вопрос в Российской Федерации. На данные средства мы реализуем свои проекты, какие-то акции, конференции, семинары и так далее. К сотрудничеству я бы не хотел, наверное, говорить о том, что кто-то из нас нуждается в помощи. Мы хотим еще раз поблагодарить за приглашение и очень надеюсь на конструктивное сотрудничество. Спасибо. 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 Продолжение следует... Спасибо. Спасибо. Спасибо.